В республике продолжается модернизация аварийно-спасательных служб. Только для МЧС в этом году поступило 17 современных машин. Смотр готовности новой техники прошел сегодня. Подробности у Дмитрия Ковалева. Безлетающих дронов сейчас не могут обойтись даже в МЧС. Квадрокоптеры незаменимы для поисковых работ. Чтобы помощь смогла прийти в труднодоступные места, необходимы снега, болотоходы. На площади республики новейшая техника, которая обеспечивает безопасность в воздухе, на воде и суше. Автопарк МЧС обновляют поэтапно. Накануне Дня спасателя современные машины получили три пожарные части. Всего же в этом году на модернизацию службы было выделено более 100 миллионов. Безопасность в приоритете отметил глава региона. Этих машин практически в регионах России единицы. Мы лучше как практики идем для того, чтобы принять все меры для спасения людей. В городские части поступают маневренные машины. На полноприводном шасси все, что необходимо для аварийно-спасательных операций. Автомобиль АСА-20 оборудован телескопической мачтой и экраном-манипулятором для разбора завалов и ликвидации ДТП. Это домкрат, ножницы-расширитель, ножницы-кусачки. То есть полосу для проведения аварийно-спасательных работ на дорожно-спасательных пришествиях. А вот эта машина необходима для тушения пожаров в многоэтажных домах. Высота лестницы 18 метров. Для сотрудников регионального МЧС уходящий год выдался непростым. Несмотря на принимаемые меры, увеличилось количество пожаров. Чаще всего горит жилой сектор, реже торговые объекты. На это повлияли и массовые проверки после трагедии в Кемерово. Было организовано 318 таких проверок, при этом выявлено более 2500 нарушений требований пожарной безопасности. Хочу акцентировать ваше внимание на основных причинах пожаров. Это неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей. Есть претензии к властям тех муниципалитетов, где пожарную технику содержат на улице, а не в теплых боксах. Насколько эффективно работают такие машины – вопрос. Ответ перед главой региона держали представители Ядринского и Урмарского районов. Когда будут в порядке все единицы пожарных автомашин? В первые годы постараемся всю эту технику наладить и поставить боевую строчку. Хорошо подготовить письменные предложения, соответственно. Глава администрации вместе с главовой должны подписать, главой района, и представить базу с меня. Для этого Троицу поддают. А где на самом деле не хватает, мы еще купим. Только в этом году ни один регион столько пожарных автомашин не купил в этом году, я вам скажу. Глава региона расставил приоритеты. На первый план выходит профилактика. Главная задача – это заниматься обучением, заниматься вопросами минимизации ошибок, где на самом деле есть лучшие практики. Эти лучшие практики тоже должны распространяться. Реагировать на ЧП и минимизировать человеческие потери помогает система 112. Только за месяц на единый номер поступает более 70 тысяч вызовов. Со всеми сотовыми операторами налажена интеграция в части того определения места координат человека звонившего. С ноября месяца прошлого года полностью систему интегрировала системой эроглонас. И соответственно все автомобили, которые проводятся, производятся на территории Российской Федерации, начиная с 2018 года должны быть оснащены подобной тревожной кнопкой. Впереди новогодние каникулы. Для сотрудников МЧС горячая пора. Глава региона поручил перевести службы в режим повышенной готовности. Праздничная декада должна пройти спокойно. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.